Ангел Милосердия – так названная ежегодная акция, которая с 2003 года проводится на территории региона для привлечения общественного внимания к социальным проблемам людей с ограниченными возможностями, граждан, создающих приемные семьи, а также для поощрения инициативных сотрудников системы социальной защиты населения. В этом году в числе ее победителей – наша землячка, жительница Кармала Аделякова Светлана Афанасьева. – Они были вон какие маленькие. Мы его взяли, готовились, коляску взяли. – Боже, вообще даже вот такой был. – Боже, он такой вырос, хорошо. Любовь, забота и оптимизм – таков, по мнению Светланы, секрет успеха мамы десяти приемных детей, некоторые из которых, как и она сама, являются людьми с ограниченными возможностями здоровья. Она и ее супруг Сергей Бохан воспитали двоих родных детей-инвалидов, а в 2003 году решили образовать приемную семью, чтобы подарить тепло домашнего очага обездоленным ребятишкам. – Ты видишь свой вклад туда, ты видишь, как они могут излечиться даже, даже пойти, если не ходят. – Таким нужна и помощь, и поддержка, а главное – семья, родители, мама, папа всегда, чтобы были. – Дом их больше излечит от этих болезней, потому что я за два года уже вижу у меня очень большое продвижение из детишек. Единственное, то, что ходить не может, но ходить уже научился, и по стене ходит, и один шаг самостоятельный уже может сделать ребенок. А в ходунгах уже эти специальные нам выдали для инвалидов устройство такое. Он вообще бегать не ходил. Ну, сказать, что вообще ходить не будет, но он пошел. Светлана и Сергей воспитывают детей личным примером. Сама их жизнь является доказательством того, что человек может всего добиться, если поставить перед собой цель и идти к ней, преодолевая преграды. Так Светлана, имея инвалидность, многодетная мама и прекрасная жена. А Сергей – заботливый отец, своими руками построивший для большого семейства уютный и просторный дом. – Два уже стали совершеннолетние, 18 лет, один в армии служит, дочь в Кенечеркасском медицинском институте, второй год. Два по четыре годика, один в шесть лет, девять в десять, два по четырнадцать исполнилось, и пятнадцать лет, и два в восемнадцать, девятнадцать уже исполнилось. У всех свои есть поручения, все выполняют, и дистанционно учатся, и подтянулись. И очень в школе, и в школе только хвалят. Вот моих детей, я слышу, только хвалят, особенно Дашу. Она потому что тяжело училась, а сейчас вот в восьмом классе одна троечка осталась, остальные все четыре-пять в этой четверти. В 2017 году семья Афанасьевых стала лауреатом акции «Благородство». В 2019 году глава семьи получил знак общественного признания во славу отцовства, а в 2020 году заслуженные награды была удостоена и мама приемных детей, став победителем областной акции «Ангел милосердия» в номинации «Сильный духом». Впрочем, это не единственная награда Светланы. С 2008 года она является председателем организации инвалидов Кармала Делякова, имеет многочисленные грамоты, дипломы и благодарственные письма за участие в различных творческих фестивалях и конкурсах. Юлия Трухтанова, Денис Ветрюк, телекомпания «Радуга-3».